Василий Анатольевич, расскажите, на протяжении скольких лет организация Совет ветеранов Росгвардии существует у нас в Карачаевой Черкесии? Сама организация у нас была создана 19 октября 2020 года. Создал ее Сергей Иванович Кузнецов, подполковник в отставке. К сожалению, он умер в этом году, в мае месяце. И он был создателем этой организации в нашей республике. Вокруг него сплотились все ветераны, которые прошли службу в органах и милиции, и полиции. Получается, перешли в Росгвардию, в нее вошли актив ветеранов спецслужб, как СОБР, ОМОН, вневедомственные охраны. Василий Анатольевич, расскажите, сколько человек сейчас в Совете ветеранов Росгвардии Карачаевой Черкесии? В Совете ветеранов Росгвардии около, даже более 120 человек у нас уже численность, которые подали заявление. У нас предварительно подается заявление сотрудника ветерана, который изъявил желание быть в нашей организации. И на основании этого заявления мы принимаем его на собрание в нашу организацию, и он продолжает активно участвовать в этой организации и помогает нам. В нашу организацию входят еще и периодические организации наши, которые в Карачаевске, в Зеленчукском районе, в Джугуте, в Черкесске. В каждом обществе у нас первичные организации председатель есть. Какие задачи возложены на Совет ветеранов Росгвардии? Совет ветеранов Росгвардии создавался с целью патриотического воспитания молодежи. Во-первых, поддержка ветеранов, Росгвардейцев, которые ушли на пенсию. Также оказываем помощь и ветеранам Великой Отечественной войны, престарелым жителям республики. Расскажите о проводимых патриотических мероприятиях для молодых сотрудников Росгвардии. У нас в мероприятии около 120 мероприятий, уже акции, так мы их называем акции, около 120 акций с начала года прошли в Карачаевске. Вот недавно проходили акции по 3 октября у нас создание День ОМОНа был, 8 октября создание отрядов специального быстрого реагирования и 17 октября создание управления Организацией Росгвардии нашей республики. Что касается сотрудников действующих, да, как бы с ними мы тоже проводим беседы, как можно сказать, да, приходим на работу и их интересует в основном, как мы работали раньше. Вот я как сотрудник пришел, один из первых в 93-м году специальный отряд быстрого реагирования, и вот они спрашивают, как в 90-х годах мы работали, как, допустим, проводили спецоперации в Теченской республике, да, с бандитами. Здесь, когда проводились очень много у нас операций, проводились в республике, когда вот эти вот все ваххабиты поднимали головы. То есть вот эти разговоры у нас тоже в основном проходят, спрашивают, как, что и где, каким образом, страшно было, не страшно, допустим, да, какое согласование между другими подразделениями было в это время, допустим, как себя вести в той или иной ситуации. Ну, как бы делимся опытом с молодыми бойцами. Ну, я скажу, что в данный момент наши бойцы и ОМОН, и СОБР, отряды, они довольно-таки подготовлены, у них сейчас идет и слаживание хорошее с отрядами, сводные отряды, которые выезжают туда. А какую работу Вы проводите для воспитания молодежи Карачаева-Черкесии среди школьников? Какие методы Вы используете? В данный момент очень мало ребят, которые могут, допустим, разобрать автомат или собрать. Вот сейчас те классы, которые ходят к нам на экскурсии, они очень, как бы, интересуются всем оружием. Ребята, даже девчата интересуются тем оружием, которое у нас существует, допустим, в отрядах. Спрашивают, где, что, как, почему, каким образом с него стрелять, их интересует. То есть те классы, с которыми мы соглашение подписали, да, мы с ними стараемся проводить как можно больше занятий по патриотическому воспитанию. Они знают все даты, которые в Великую Отечественную войну, допустим, прошли. Они могут рассказать, где какие войны здесь вот на Кавказе у нас прошли, кто защищал, где защищал, там, примеры приводили им, допустим. Ну и современные тоже они, герои должны знать, методом, ну как, общения, собеседования, рассказов. Рассказали о создании отрядов специального назначения ОМОНа, также Росгвардии. В семь лет уже управление Росгвардией нашей рассказывали, как создавалась Росгвардия, в каком году создавалась Росгвардия. Также проходили лекции у нас, ну лекции или собеседования с классами, где мы рассказывали, допустим, о нашей работе, чем занимаются, допустим, эти подразделения, чем занимается Росгвардия. Василий Анатольевич, какими навыками и какими качествами должен обладать сотрудник Росгвардии? В отрядах, допустим, проводятся какие-то учения, и на учениях специально командирами разрабатывается какая-то операция, какой-то там маневр, какая-то там стрельба или неожиданный взрыв, там, или что-то. И на сотрудника смотрят, каким образом он среагировал. Если он встал в стопор, да, и стоит, не знает, что делать, то, естественно, уже, как бы, смотрим, куда его в какое отделение назначат, каким бойцом. Первым или вторым номером. Если он среагировал на ту или иную задачу, допустим, на взрыв гранаты, там, или на очередь автомата, да, под духом, если отстрелялись, то, естественно, мы понимаем, что этот сотрудник будет работать дальше и не подведет своего товарища, который будет, допустим, рядом с ним. Самое главное, что у нас, это чувствовать плечо товарища, и что за тобой, за твоей спиной идут сотрудники, которые в любое время тебе могут помочь. То есть, если с тобой что-то случится, они не бросят тебя и помогут тебе вытащить с этой ситуации. Василий Анатольевич, мы знаем, что 19 октября у вас праздник, день основания Совета ветеранов Росгвардии Карачаева-Черкесии. Мы вас от всей души поздравляем. Можете передать поздравления своим коллегам? Я хочу поздравить наших сотрудников, ветеранов наших дорогих, которые не забывают нас в трудное время, так сказать, поддерживают нас в этой ситуации, пожелать им крепкого здоровья, успехов в жизни. Кто трудится в трудовой деятельности, продолжение трудовой деятельности им, и как можно больше радости в этой жизни. И самое главное, мирного неба над головой, чтобы у нас у всех мирное небо над головой, и перестали уже ромахать выстрелы. Василий Анатольевич, спасибо вам большое за интересную беседу, спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго, до свидания. Продолжение следует...